Всем привет! Я недавно записывал распаковку и комплектацию данной модели. Модель называется Xiaomi Red Rise. Выложим вам ссылочку эту вот здесь. В принципе, он уже доступен, этот обзор можете смотреть. Мне дошли руки сделать обзор полноценный на данную модель. Скажу честно, первое впечатление по данной модели были двоякими. То есть, вот этот вот корпус, вот эти вот большие рамки, мне сразу это очень не понравилось. Я считал, что данная модель будет никому не интересна. Но, вы знаете, я глубоко ошибался, потому что начинка данного смартфона заставляет просто меня изменить свое первоначальное мнение ошибочное и полюбить данный смартфон. Обо всем этом подетальнее идем дальше. Пару слов хочу сказать о корпусе данной модели. Корпус здесь пластик. На этом пластике отпечатки практически не остаются. Экран у нас покрыт закаленным стеклом. Вот эти вот три сенсорных кнопки, они вот имеют такой красный цвет, но они не подсвечиваются. Значит, что я заметил из минусов данной модели сразу же. Вот я могу нажать вот этот вот экран. В общем, когда его нажимаешь, когда вот он иногда поскрипывает. То есть, ну, это я считаю, что это недостаток данной модели. USB-хост эта модель имеет. Подключаем к ней без проблем флешечку внешнюю, и оно все распознает. То есть, модель, скажем так, довольно-таки дорогая вот у нас в Украине. Это все неправда, что она стоит 130 долларов. Там, в Китае мы ее купили гораздо дороже. Возможно, в будущем эта модель будет продаваться по значительно ниже цене, чем мы ее покупали на данный момент. По стандарту основной технический обзор мы начинаем с программки Antutu и всех технических характеристик данной модели. Как и было заявлено, модель довольно-таки мощная, имеет турбированный процессор MTK6589T с частотой ядра 1,5 ГГц. 15 тысяч набирает данная модель. И давайте рассмотрим характеристики поподробнее. Разрешение экрана мы видим 1280х720. 12,6 Мп показывает заднюю камеру. 4,2 Мп, оболочка MyUI 5. Об этом расскажу чуть позже. Гигабайт оперативной памяти, 4 ГГ своей. Карточка памяти у меня стоит на 16. 4-ядерный процессор, каждое ядро, частота 1,5 ГГц. Фронтальная камера 3,7 Мп. Что здесь еще? Идем к программке Antutu Tester, в котором я вам продемонстрирую количество точек касания. Тут их 10 точек. И посмотрим, какие есть датчики, сенсоры в данной модели. Я сразу говорю, что есть отличный GPS, есть Wi-Fi, Bluetooth, компас, датчики приближения, датчики освещенности. Есть датчик... Датчик, точнее, есть гироскоп и есть отличная вспышка. Вспышка очень хорошо светит, то есть, довольно-таки классно. Ярко, выедающе так. В принципе, особенностью данной модели является вот эта вот прошивка MyUI 5. Когда делаешь обзоры на обычные модели, такие как THL ZOPPO, просто сталкиваешься с тем, что во всех телефонах, во всех моделях прошивка одинаковая. Это голый Android, там 4.1, 4.2, 4.0, они особо не отличаются. Здесь же, когда берешь модель оригинальной Xiaomi с официальной своей прошивкой, это, конечно же, интересно. Это интересный софт и интересные новые возможности. Прошивка, в принципе, вся на русском языке. То, что там напишут на форумах, что нет рута, нет прошивки, нет там плей-маркета. Ну, вот у нас это все есть. Возможно, устарелая информация была на форумах. Значит, можно настраивать рабочий стол, можно настраивать обои, можно настраивать абсолютно... То есть, при блокировке обои ставить. Есть стандартное менюшка, где мы можем включить те или иные функции быстрого доступа. Есть функция еще, где можно выбрать, какую функцию включить в этом меню. В настройках у нас... Давайте рассмотрим одни из таких самых интересных моментов. Экран. По экрану у нас здесь настройка яркости. В принципе, тут все стандартно. Здесь же можно выбрать выбор рабочего стола. Можно посмотреть, какие эффекты, какие анимации, количество, то есть, сетка рабочего стола и многое другое. Также здесь можно выбрать обои. Обои на рабочий стол, на экран блокировки. Можно выбрать живые обои, можно выбрать май обои. То есть, здесь так все устроено, что сразу же можно посмотреть, что есть на телефоне и что можно также скачать из онлайна. То есть, оно сразу подгружается, обязательно подключение к Wi-Fi. Идем дальше. Настройки аудио. Тут, в принципе, стандартные профили аудио. То есть, там на улице, домой. Есть усиление аудио. Ну, то есть, это все очень интересно. Нужно брать наушники и слушать, как вам больше нравится. Местоположение. Это стандартная настройка GPS-навигации. Потом покажу, как он работает. MyCloud – это программка. Облачные сервисы включают облачное сообщение, синхронизацию, поиск устройства. То есть, это фишка для обладателей Xiaomi. То есть, как вот Play Market. Ну, то есть, работа с телефоном по Wi-Fi. Я не знаю, с какими-то данными для хранения. По батарейке есть сам отсчет батарейки, сколько он там проработал. Есть стиль индикации. Графический. Процентный. И тому подобное. Можно настраивать смартфон при первом запуске. То есть, когда мы его блокируем. Можно настроить, какую функцию выполняет кнопка меню. Домой-назад. Вот эти сенсорные кнопки. Также можно настроить, чтобы, допустим, пробуждать устройство с помощью вот этих вот боковых кнопок. Можно кнопкой «назад» при блокировке сразу переходить в камеру, например. Вот так вот. Сразу мы в камере. Можно будить телефон боковой кнопкой. Что тоже удобно и немаловажно. Также у нас есть индикация. Индикатор пропущенных звонков у нас находится вот здесь под кнопочкой меню. Можно самые различные цвета. Тут есть синий, зеленый, красный. Все-все-все. Это доступно. Это все можно настраивать. Конечно же, здесь есть диспетчер приложений, которые можно удалить, установить все, как нам нужно. Информация о телефоне. Здесь мы видим, что это модель вот такая. Прошивка у нас 4.2 Android. Версия MyUI 3.927. Четырехъядерный процессор. Гигабайт оперативки и тому подобное. Также хотел бы я вам рассказать о том, что данная модель отлично работает с карточкой памяти. То есть, как только карточку памяти вставляешь, телефон это понимает и отлично записывает все нужные файлы, все скидывает на карту памяти. Благодаря этому можно без проблем устанавливать, вот у меня стоит CD-карточка, всего 16, доступно всего 3.4. Можно без проблем ставить полноценные нормальные современные игры, не думать там, как переназначить, как перенастроить. Сразу же раз говорю о софте, расскажу несколько багов, которые я замечал в данной модели. Во-первых, вот эти вот рабочие столы, они очень классно работают, нигде ничего не тупит, не глючит. Замечал такую особенность в данной модели, что во время, допустим, камеры, вот когда у меня сейчас включена камера, и вот слева у меня есть значок выполненных снимков. Не всегда смартфон понимает, что есть память, на которую можно делать фотографии. Не всегда смартфон понимает, что я захожу в галерею и что у него есть файлы, есть файлы вот сфотографированные. Иногда он показывает, что здесь пусто. В локальных альбомах то же самое, вот сейчас все отлично работает, не знаю, от чего зависит это. Ну, у меня было один раз такое, может быть, я что-то наклацал, может быть, я в чем-то не прав. Но такой баг был небольшой, то есть, ну, это сугубо софтовая такая проблема. Можно также выставлять вот этот вот датчик показания, с какой скоростью у нас работает интернет, или работает ли он сейчас вообще. Можно его убрать, чтобы он нам не мешал. Также в данной модели есть вот такие вот удобные кнопки, тоже быстрого доступа. Это все располагается на рабочих столах. Здесь нет кнопки меню, как в стандартном Android. Здесь все располагается на рабочих столах. По поводу того, что рабочий Play Market, он у нас рабочий, можно скачивать программы, приложения. То есть, это все абсолютно без проблем. Вот я устанавливаю. Загрузка через Wi-Fi. И он у меня качает эту программу. Экран в данной модели у нас IPS-матрица. Он довольно-таки яркий. Действительно, когда первый раз берешь смартфон в руки, понимаешь, что да, действительно, экран шикарный. Он очень яркий, очень такой сочный, насыщенный. Ну, мне очень экранчик понравился. Давайте посмотрим яркие картинки, которые у меня есть на данном смартфоне. То есть, ну, цвета действительно яркие. Белый цвет, он действительно белый. Тут нареканий у меня нет абсолютно никаких. Углы обзора? Ну, углы обзора несколько... Такие, не такого уровня, как есть в моделях с Full HD экраном и с OGS технологией. Судя по всему, в данной модели не OGS технологии. Поэтому есть небольшая прослойка воздуха. Поэтому экранчик у нас втоплен чуть-чуть вглубь. И поэтому таких вот максимальных углов обзора здесь я не вижу. Если говорить о том, что... Кстати, вот выбор тем также доступен. То есть, это все можно выбирать с телефона, можно выбирать с онлайна. Это все очень удобно. У телефонов к Xiaomi есть свои собственные базы вот этих всех данных, которые совместимы со всем. Если говорить о возможностях воспроизведения видео, давайте посмотрим видео формата 720p. Звук, вот это максимальная громкость. В принципе, этого достаточно для нормального комфортного пользования. И также давайте посмотрим, проверим, будет ли работать 7080 точек. Да, все отлично запускается, все без проблем. То есть, сразу же с коробки ничего я не настраивал. Что мне однозначно понравилось в данной модели, так это, скажем так, запиленность прошивки под свое железо. Данная модель обладает турбированным процессором, обладает обычным HD-экраном 1280х720 точек. Такие же модели я могу сравнить эту модель с THL-W200, с моделями JAU-G4. И, скорее всего, пока все. Но, сейчас появились, повыходили современные новые игрушки, такие как Asphalt 8, такие как Dead Trigger 2. Лично я запускал Asphalt 8 на максимальных настройках, на JAU-G4 стандарт. То есть, телефон на стандартном Android своем, с такими же техническими характеристиками. Так вот, я не мог комфортно играть в эту игру с JAU-G4. Давайте посмотрим, как идут все эти современные игры на данной модели. Обращаю ваше внимание на то, что Asphalt 8 у меня стоит качество изображения высокое. Теперь давайте посмотрим, как же все-таки играет данная игрушка. Как она работает, как она запускается. Скажу, что это одна из самых таких лучших график на смартфонах Android, которые мне доводилось видеть. Real Racing 3, Most Wanted. Да, классная графика. Здесь какая-то графика такая, вот как в современных играх с современными эффектами. Смотрим, как идет игрушка. Смотрим, как идет игрушка. Смотрим, как идет∑ Продолжение следует... 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 Новостные площадки говорят о том, что 130 долларов данная модель стоит сейчас в Китае Нам эта модель досталась гораздо дороже Ну, то есть, абсолютно За эти деньги, в принципе, которые вот сейчас он продается У нас на сайте 2200 цена вроде бы в гривнах Это высокая цена Может быть за то, что это Xiaomi оригинальный Может быть невысокая, не знаю Это мой первый Xiaomi, который я держу в руках Возможно, пройдет этот ажиотаж Китайцы там успокоятся немножко Срубят денег с этого всего дела И начнут, в принципе, продавать наштампованные к Xiaomi RedRise По более адекватной цене Ну, по цене, например, такая, как вот у THL W200 То есть, если бы данная модель продавалась по цене THL W200 Ну, я бы задумался над тем, какую же все-таки модель покупать Там тоже все шикарно Но и здесь тоже не отстает Есть свои плюсы, есть свои минусы К минусам можно отнести вот тот баг с карточкой памяти Что ни камера не видела, ни галерея не видела Фотографии, которые сделаны Но это все софт, я думаю, это все прошивки Которые будут усовершенствоваться И такие баги есть в любом другом китайце И даже не китайце То есть, это такое дело Это я этот момент упускаю В принципе, мне моделька понравилась Мое первое впечатление было не слишком положительным Но после изучения данной модели Все-таки я считаю, что модель достойна внимания И, в принципе, кому-то, может быть, будет интересна данная модель даже за эти деньги На этом все Спасибо за внимание Оставайтесь с нами Ставьте лайки, если нравятся мои обзоры Подписывайтесь на наш канал Всего доброго и удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok